Сулейман 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 чего не учел, где ошибся. Почему же правление его сына обозначило закат османского могущества, а дальше все вообще понеслось, покатилось? Дела, как всегда, в конкретном человеке, который родился в 1505 году на территории нынешней Украины. О ней мы сейчас и поговорим. Сейчас о ней вообще много говорят, сняли не один многосерийный фильм, написали несколько романов, наверное, есть о чем. Она была дочерью православного священника. Еще девочкой изучила латынь и греческий, языки образованного Запада, а в ее новой жизни могла без труда постичь и основные языки мусульманского мира – турецкий, персидский, арабский. Она обладала железной волей, выносливостью, гибкостью психики и жесткостью души, умудрившись только стать сильнее в обстоятельствах, в которых многие сходили с ума. А вот с местом жительства ей не повезло, Украина тогда превратилась в охотничье-заповедник работорговцев. У Насти Лисовской, вроде так ее звали, все оказалось, как для гарема положено. Ее похитили, даже сами не попользовались красивым куском женского мяса, не по карману. А что происходит с невольницей, подаренной султану, как Насте? Она попадает в запретное место, так, собственно, слово гареме переводится. Турция такая страна, что чего султан хочет, то и будет. Там в гареме уйма, и далеко не все для секса, многие просто по хозяйству. Гарем – это еще и экономика, всем его обитательницам полагалось питание, приличная зарплата. Да и насчет одежды с побрякушками султан не жался. Сам пророк Мохаммед повелел, давай рабам все, что ты сам ешь и носишь, и никогда сурово их не наказывай. Но последнее выполнялось с оговорками. Даже просто за скандальность султан мог приказать подвергнуть строптивицу кроткой каре без пролития крови. То есть запихнуть ее в кожаный мешок вместе с кошкой и змеей, после чего отправить в Вест-Цедзоопад купаться в Босфор. И что же пришлось сделать бедной Насте, чтобы занять более-менее безопасное место в этом доме счастья, так турки называли гарем, где несчастье подстерегали на каждом углу. Для начала пришлось отказаться от веры, она глазом не моргнула. После отказа от веры нужно отказаться от языка, она быстро освоила турецкий на уровне родного, да он и стал для нее родным. А после отказа от веры и языка, отказ от родины уже чисто техническая процедура. Вот так поступают все тирании, жмут и давят, пока человек не откажется от трех вещей веры, языка и родины. Вот все, что в ней осталось славянского, это кличка, данная ей венецианскими дипломатами, старавшимися через своих шпионов быть в курсе событий при дворе потенциального противника. Они называли ее Роксоланой, кстати, именно с маленькой буквы. Просто по латинскому названию племени, которую, по их мнению, Настя принадлежала. Ну чушь, конечно. Роксоланы вообще не славяне, а родственники осетинок. Ну не писать же мне, как один украинский журналист, что родилась таки в Украине, за которую болела всей душой и до последних своих дней. Хорошо бы было, конечно, но какие этим прекрасным словами есть доказательства, кроме горячего желания? Может, полностью покорный ей влюбленный супруг по ее просьбе пригротил ужасные набеги на славянские земли подвластных ему людокрадов? Она же сама в их лапы попала. А ничего подобного. Турчанке Насте было на все это наплевать самому высокого минарета. У нее уже пошла другая жизнь, страшная и беспощадная. А что помогло Насте добиться фавора, оставив кучу народа за бортом? Все сходятся на одной ее особенности. Ее подтвердили и современники. Звонком и заразительном смехе. Нервных мужчин-то пугают, иногда до вспышки гнева, но Сулейман явно не был нервным. Он заметил этот смех и решил познакомиться поближе с той, которая так смеется. Впоследствии слова «хюррем» по-турецки «смеющаяся» стало ее именем для всех окружающих, ну кроме султана. Он стал ее называть Хаситией «милое сердце». Дальше происходит то, что бывает очень редко. Весь продуманный, рассчитанный на султана любого темперамента и готовый к работе на полную мощность, дом счастья, перестает давать стране угля. Никому не надо. Адалиски бездельничают, портят зубки сладостями, тремывают косточки друг к другу, всему посольскому корпусу и лично его величеству, любятся с ебнухами и друг с другом так, что дым идет, а хюррем в султанской койке отдувается за весь трудовой коллектив. И всех доблестных гаремных тружениц возвратно-поступательного движения, ну кроме хюррем, беспокоятся реже и реже. Это вот иностранные посланники при деле контора пишут, скажем, Карлу Пятому сообщают, единственным изъяном в характере Сулеймана является его чрезмерная преданность жене. На этих геуров не угодишь. Гарем, видите ли, мне нравится, если султан предан одной женщине. Им тоже плохо. Этот брак оказался не только счастливым, но и многодетным. Четыре сына и дочка. Причем, что для турецких султанов нетипично, от одной женщины. Но вот что интересно. Сыновей, в общем, рожали для того, чтобы потом убить. Их родной брат, родившийся раньше, как только восядет после смерти отца на престол, должен был выполнить закон покорителя Константинополя Мехмеда Фатиха. Перебить всех своих братьев до единого, да еще и беременных отцовских наложниц прикончить, чтобы никто на престол не претендовал. А старший сводный братец у Насти есть Мустафа, сын черкешенки Гюльбехар. Талантливый молодой человек, любезный стамбульского плебса, умный, храбрый, свирепый, кровожадный. В общем, гораздо больше годится в турецкие султаны, чем его относительно интеллигентный папочка. Султану не к лицу с кем-то церемониться. Если у мужчин есть ум, то у женщин есть чутье. Гюльбехар сразу почувствовала, что новая симпатия султана является смертельной угрозой. Еще в начале карьеры Фюрен столкнулась с проблемой. Гюльбехар однажды не выдержала и перебегла к рукоприкладству. Расцарапала ей лицо, вырвала волосы. Вы видели, как пьяные бабы на базаре дерутся. Разгневная султанша вдвое хуже. Но рассарапанная, взлохмаченная и, скорее всего, покусанная Фюрен наносит совершенно неожиданный ответный удар. Когда уже приметивший ее султан призывает ее к себе, она смиренно, но непреклонно отвечает, что по воле госпожи старшая султаншу она сейчас к употреблению непригодна и скорее отправится в пресловутый мешок с кошкой и змеей, чем нанесет обиду любимому руководителю таким непристойным видом. И что же султан сделал в Фюрен? А ничего, только разобрался в этой истории и влияние Гюльбехар на султана начало стремительно падать. Кончилось это отправкой Мустафы на подгубернатора к черту на рога. Разумеется, вместе с матерью. А при абсолютной монархии влияние кончается с удалением от монаршей особы. Сельможем оказалось сложнее, но вот тут Фюрем показалось ей своей красе новое качество – коварство и безжалостность. Скажем, за Рустема Пашу вот он, она просто выдала свою 12-летнюю дочь, формально возвысив его до положения зятя султана, а фактически поставив под жесткий контроль своей глупенькой дочке, которая усердно сообщала мамочке все секреты супруга. А могущественный визирь Ибрагим Паша 15 марта 1536 года вышел в султанский дворец, а оттуда его уже вынесли. Скорее всего, за то же, что и с Фюрем дружил, и с Гюльбехар старался соблюдать политез. Единовластный правитель, только думая, что правит, правит те, кого он слушает, причем всегда, сейчас тоже. Строго доказать, что именно она отлеветала Мустафу и внушила мужу, что он хочет свернуть отца, уже не получится. Вся основная текста насчет того, что Мустафа вот-вот поднимет мятеж, Фюрем просто шептала любимому Сулейманчику на ушко. А тот годами их слушал, и сам не замечал, как все больше верил. И в итоге султан среагировал по самому жесткому варианту. Мустафа пошел в его шатер, поцеловал ему руку. Султан подал знак палачам, и те немедленно задушили Мустафу шелковым шнурком. Скорее всего, на глазах иностранных послов. Немецкий посланник вспоминает, что Сулейман глядел на смерть сына из-за матерчатой ширп и ужасными взглядами как бы упрекал палачей, что копаются. Фюрем добилась своего. Теперь смерть султана была не опасна. Ее сын Селим унаследует престол. А прочее многочисленное султанское потомство куда-то исчезло, но это уже практически по обычаю. И матери султана пережить тюрем не удалось. После ее попытки объяснить сыну, что он слишком доверяет этой лживой и жестокой раксалане, Валиде султан почему-то умерла при странных симптомах после недолгой болезни. Близ султана жить опасно. А главное, что оставила Настя своему мужу из страны. Новый султан Селим II. Рыжий, весьма далекий по интеллекту от отца, да еще и страдающий пороком удивительному мусульманина, но вполне ожидаемым от славянина как минимум на три четверти. Мать Сулеймана тоже была сербкой. Для турецкого султана войти в историю под названием Селим пьяница, пожалуй, слишком экзотично. Но он сумел этого добиться. Хотя это казалось не более вероятным, чем, скажем, испанский король, требующий от грандов сделать себе обрезание, или царь иудейский, обожающий яичницу с салом. При Селиме все пошло в кривь и в кость. Поход на Астрахань закончился унылым поражением и спасла даже фантастическая идея прорыть для удобства доставки войск в Волгодонской канал. Вот оказывается, кто это придумал. А проигранная им битва Прелепанта стала поворотным пунктом всей турецкой экспансии. Оспанский флот потоплен и сожжен, командующий убит, головая насажена на пику, потери европейской коалиции в кораблях меньше минимум на порядок. Оказалось, что десятый великий султан Сулейман был последним из великих. Дальше и дела империи стремительно покатились по насходящей. Награбленное и захваченное в проб не шло и не идет. Трудно после более-менее основательного изучения жизни херем рассусоливать розовые сопли на тему великой любви. Вместо милой и веселой чаровницы нашему вздору предстает свирепая, коварная и безжалостная машина для выживания, готовая на все. Турция сама виновата. Она ее захватила и сразу же бросила за парту в жуткой школе ненависти, лицемерия, раболепия и сексуальных странностей, именуемую Гаремом. Среди гаремных дев некоторые пытались повторить ее деяния, но никому не удалось столь многого достичь. Но куда им, угнетенным женщинам Востока, без славянской закалки? Наша баба коня наскаку искалечит и всякую избу сожжет. Деспотии сами растет все могильщиков. Возникает даже мысль, не считать ли ее таким тайным агентом, который попав во вражеское логово, не жалел всех сил для того, чтобы нанести ему максимальный урон. И она просто пыталась получше устроиться, живя по новым правилам и совершенно не собиралась вредить державе, королевой которой она стала. А какая разница? Все равно по факту именно она уничтожила турецкое величие. И даже не важно, чего она хотела на самом деле. Но вот отрицать ее право отомстить стране, сделавшей ее и мириады ее соплеменниц рабынями, тоже хороться. Сами нарывались. Помните, как в анекдоте советских времен горец хвалит Ленина? Настоящий абрак, как за брата отомстил. Вот с Настей то же самое. Может, хотела совершенно другое, а получилось, что отомстила. А нынешние турки чтят фирем султана, счастливо прожившую жизнь с любимым мужем. Вот их совместный мазалей. И даже не часто вспоминают, чем закончилась для страны эта великая любовь. Может, даже понимают, что из массы турецких пленников, рабов, заложников и вассалов должен был найтись тот, кто захочет отомстить своим насильникам и захватчикам и нечего все валить на слабую женщину. Или догадывается, что окончание экспансии в итоге пошло турецкому государству на пользу и сделало его в итоге разумнее и лучше. Но много времени прошло. Если бы лучше знали историю, явно было бы быстрее. Знание истории никому не мешает, только помогает.